Поводом для сегодняшнего заседания административной комиссии стал протокол, составленный в отношении юридического лица, осуществляющего свою деятельность на территории Полевского городского округа. Сегодня его представляет доверенное лицо. Протокол был составлен первым заместителем главы администрации на основании выявленного правонарушения. Неправонарушение было совершено 27 ноября. В 14 часов 10 минут произошло аварийное отключение кабельной линии 6 КВ от распределительного пункта, в результате чего без напряжения остались 30 трансформаторных подстанций по причине проведения земляных работ в районе милиции. Как выяснилось, работы велись без оформления разрешительной документации. Нарушение пункта 169 правил благоустройства и озеленения и обеспечения чистоты и порядка на территории Полевского городского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа. Кроме этого, это противоречит и пункту 1 ст. 17 закона об административных правонарушениях. Ссылается на правовой документ секретарь сегодняшней комиссии Татьяна Быкова. В рамках подготовки к заседанию были взяты и письменные объяснения с исполнителей работ. 27 ноября 2012 года около 11 часов производилась раскопка траншеи у крыльца здания отдела МВД по улице Свердлова, 14 города Полевского, без оформления документов на производство земляных работ. Как поясняет представитель строительной компании, которая и вела земляные работы без согласительных документов, за подготовку документации был ответственным бригадир компании. На сегодняшний день за нарушение закона и правил благоустройства он уже снят с занимаемой должности. Но тем не менее, факт остается фактом. По причине несогласованности земельных работ без электроэнергии остались 30 трансформаторных подстанций. А это практически полгорода. Впредь рекомендует собравшийся руководитель компании, прежде чем приступить к выполнению любых работ, должен проверить всю документацию, дабы не допустить повтора аварийных ситуаций. Предлагается по минимуму 10 тысяч рублей. Кто за? 10 тысяч рублей. Значит, в течение трех дней направлено будет вам постановление назначения административного штрафа и квитации с ирки визитами в выплате штрафа. В течение 10 дней со дня получения постановления вы имеете право его в жалобе в суде. Через 10 дней постановление вступает в законную силу, вы обязаны оплатить штраф в течение 30 дней. Административная комиссия работает в Полевском городском округе с апреля 2012 года. Заседания проводятся практически еженедельно, что свидетельствует о достаточном количестве правонарушений и правонарушителей в нашем городе. И если вы не хотите быть в их числе, будьте законопослушными полевчанами, советуют участники комиссии. Ксения Бладенкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.